Всех приветствую, мои родные любимые и сердцу моего дорогие христолюбчики, братья и сестры во Христе и все люди на Земле. Всем желаю всего самого доброго, светлого и чистого, и радостного, и мирного во всей сфере вашей жизни. В души, в сердца, добра и блага, в умы, просветления, в тела, здоровья, в учебе, работе, успехов, в семью, радости и любви, чтобы все у вас было хорошо. Мы с вами продолжаем цикл видео о йоге во Христе или йога глазами христианина, христолюбца. Все началось с комментариев и вопроса Елены ко мне, как я отношусь к практике йоги и могут ли христиане заниматься восточным искусством. На эти вопросы мы отвечаем на протяжении всех видео. Мы с вами сегодня находимся на второй ступени или степени йоги, не яма, йога, второй ступень, степень, ступень. А шах или добродетель, как угодно, или занятие, или практика. Сегодня мы с вами добрались до джаппа. Джаппа на Википедии мы с вами видим, как переводится, как повторение мантр. Ну, мантры тоже, можно сказать, молитвы, да. И у нас джаппа и топаз есть и на Википедии статьи. Давайте мы с вами сегодня побольше чуть-чуть посмотрим и по Википедии, что есть, и потом еще на сайте Традиция Натхов. Читаем, что у нас есть на Википедии. Джаппа – духовная практика медитативного повторения рецитации мантр или имен Бога в индуизме. Ну, мантра, вроде как, дают такое определение. Набор звуков, отделенных фоном слов или группой слов на санскрите, которые, по мнению практикующих, имеют резонансное психологическое и духовное воздействие. То есть, это вроде как, ну, кто называет это молитвой, кто нет. Поэтому тут, я считаю, что это все-таки молитва, грубо говоря, неважно, какое дают ей такое определение, что это чуть ли не набор каких-то звуков, да. Вот, ну, наши слова – это и есть набор звуков. Джаппа может считаться громко, шепотом и просто в уме. То есть, три таких подразделения – громко, шепотом и в уме. Сидя в медитативной позе или во время ходьбы, а также как часть формального обряда поклонения с группой лиц. В различных формах аналогичный обряд повторения молитв, то есть, мы видим, что уже тут же мантру молитвами называют. А, нет, тут, да, немножко другое. Молитв присутствует в большинстве религий мира. Ну, то есть, вернее, да, вот автор данной статьи все-таки мантру сравнивает с молитвой. Почему? Я ее тоже, так скажем, называю молитвой, да. Однако индийские религии придают этой практике особо важное значение. Ну, тут я с автором не совсем соглашусь. То есть, да, по-моему, все придают... По-моему, все религии придают этому важное значение. Молитвам, мантрам, там, не важно, да. Этимология. Санскритское слово происходит от корня джап, который означает шептать, повторять, внутренне или бормотать. Джапа мало. Джапа мало в большинстве видов джапы для повторения используются четкие, называемые джапа мало. Ну, четкие просто, да. Или джапа мало одно и то же. Последователи вайшванизма, вайшнавизма, обычно читают джапу на четках, сделанных из дерева туласи или нима, в то время как шиваиты используют четкие из рудракши. Число бусин в четках джапа малой обычно составляет 108, имеет с собой сакральное значение в обеих традициях. Обычно джапа малу вешают на шею, хотя некоторые, например, кришнаиты, предпочитают носить ее в специальной мешочке, чтобы поддерживать ее в чистоте. Ну, четкие количество бусин в любой традиции. Сегодня мы о христианстве будем говорить, естественно. То там тоже имеет значение. Тоже есть и 33 малые четкие, большие 100. Тоже там разные. Все, ну, похоже, да, смысл. Практика джапы существует три основные формы джапы, при которых мантра или молитва, то есть мантра или молитва, одно и то же автор, тоже уже образно считает, так скажем, повторяется тремя различными способами. Громко вслух, громко вслух вачика, шепотом упамшу, или про себя в уме, монасика. В эшванизме, в эшновизме, для повторения джапы не обязательно сидеть в одной позе, как это делают йоги, занимаясь медитацией. По желанию можно сидеть, стоять или ходить. Самое важное, чтобы быть сосредоточенным на звуках мантры. В гаудия, в эшванизме, джапу рекомендуют повторять в период брахма-мухурты, ранние утренние часы, которые рассматриваются как наилучшее время суток для этой практики. Цели джапы сильно различаются в зависимости от используемой мантры и религиозной философии практикующего. Как в буздийских, так и в индуистских традициях, мантры обычно даются ученикам их гуру, после их учителям, после определенной формы духовного посвящения. Конечной целью может быть даршан, ситхи, мокша, нирвана, пхакти, или просто личное молитвенное общение с Богом. Мы помним, да, мокша, состояние, ситхи, результаты какие-то, нирвана, то есть умиротворение, или общение, ну и так далее, да, ну или как бы общение, молитвенное общение с Богом, хотя многие эти религии Бога как такового не признают как личность. Аналоги в других традициях. Аналогами джапы-медитации в христианстве являются молитвенные практики, состоящие из повторения молитв с использованием четок или розария. Джапа-медитация также является важной духовной практикой тибетских буддистов. Популярные мантры Ом, Ом Намах Шивая, Ом Мани Паде Хум, Харе Кришна. Смотрите также Джапа Мала, Кудракша, Имя Славия, Иисусова Молитва, Медитация, Намас Марана. И давайте почитаем, что у нас на сайте традиция надхов сказано о джапе. Джапа. Длительное повторение, мантры, на четках или без. Существуют различные варианты выполнения джапы. Ежедневное повторение мантры на протяжении многих лет или всей жизни, как нитья садхана. В Пур-Раш-Чаране для достижения мантры ситхи, соблюдения определенных правил и заданное число раз, общее число повторений, зависит от самой мантры. Во время праздников, таких как Махашиваратри, Наваратри, Джа, Янти, Божеств, как выражение любви и почтения гдеваты. В книге Введения в Натха-Йогу Маханта Авидьян-Натха о джапе говорит так. Повторение Божественного имени, совершаемое так часто и непрерывно, насколько возможно, мысленный и вслух, с глубокой преданностью, необходимо верить, что Божественное имя представляет собой живое речевое воплощение Бога. А повторение имя, то есть, необходимо верить, что Божественное имя представляет собой живое речевое воплощение Бога. Обратите внимание на это определение. А повторение ими поддерживает осознание постоянного присутствия Бога. Для практики джапы необходимо специально выбрать одно из его святых имен. Имя, полученное от гуру, наделено особой энергией. Ну то есть у Бога много имен, но если тебе еще и гуру сказал, что ты практикуй именно это имя, это будет особо. Особой энергией. Обычно выделяют следующие ступени уровня джапы. Вачака, джапа произносимая вслух. Ну мы с вами об этом уже читали сейчас на Википедии, но повторимся. Она слышна другим при произношении. Упамшу, джапа полушепотом, когда ее слышит только садхака, ученик. Ну когда ты сам только ее слышишь. Монасика, только мысленное повторение, когда ум пустой, несмотря на поверхностное произнесение мантры в уме. И аджапа джапа, когда мантра непрерывно удерживается в сознании или становится одним целым сознанием. Я думаю, что кто в христианстве знаком с практикой Иисусовой молитвы, мы конечно сейчас более подробно поговорим. Я просто обращаю заранее внимание, потому что мы уже прям дословно зачитывать, я не буду эти места. Ничего вам не напоминает по Иисусовой молитве. По-моему все один в один, да? В христианстве, то есть высшая степень, это когда Иисусова молитва, давайте слово мантра заменим, непрерывно удерживается в сознании или становится одним телом в сознании. Считается, что Упамшу в три раза мощнее в очаке, а Монасика в три раза сильнее Упамшу. Ну, возрастание, да? Есть мантры, произносимые нараспев, где используются свары. Считается, что они влияют на различные центры тонкого тела. К этой категории мантры могут относиться, например, ведические мантры. Но они довольно сложные и могут учить только очень хорошие мастера санскрита. Им могут учить только хорошие мастера санскрита. Без очень опытного гуру, вайди-ка мантры и некоторые тантрические самому освоить сложно. Очень желательно, чтобы мантра была передана от компетентного гуру, преданного традиции и своим учителям. Так как в большинстве случаев только таким образом при передаче мантры передается и божество. Обращу внимание еще раз на это предложение, на эту мысль. Так как в большинстве случаев, то есть для чего требуется гуру, да? Так как в большинстве случаев только таким образом при передаче мантры передается и божество. Ну, да. Это происходит при прямой передаче реализованного состояния в виде семени, в кавычках, которые садхак взращивает в ходе ежедневной садханы. Выполнению джапы способствует пранаяма, то есть дыхание, ну, дыхательные практики, да, и выполнение ньяз, то есть прикладывание, помещение, фиксирование в процессе этого обряда пальцем правой руки сложен. Ну, то есть дыхание и, кто знает, да, йогические позы, там, сложение, сейчас я себе покажу, да, ну, вот, там, пальцы определенным образом складывают, да, и так далее. И сама дыхательная практика. Кто про Иисусу молитву и практику знает, ничего схожего не замечаете. Помните, как там у «Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», там, типа, на вдохе тоже и на выдохе, да, очень похоже. Ну, разбираемся дальше. Так, где мы остановились? Выполнение джапы, которое обеспечивает интегрирование и энергоструктуры божества, то есть энергоструктуру божества, я интегрирую в энергетику себя, ученика, садхаки, что усиливает эффект отчтения джапы, отчтения, я буду говорить на христианском Иисусовой молитве. «Виджьяна Бхарава Тантера» говорится, что настоящая джапа – это медитация на живую энергию в виде пульсации спанданы, а цель всех джап – прийти к этой вибрации, осознавании энергии божества. Ну, очень хорошо, что здесь такое даже есть окончательное определение, и, ну, это не определение, определение мы с вами уже читали, а вот конечная цель – очень хорошо, что тоже указано. А цель всех джап – прийти к этой вибрации, осознании энергии божества, а эта медитация на живую энергию, что такое джапа вообще, да, тут, вернее, да, тут и определение, конечная цель, ну, это, видите, в какой-то конкретно в Виджьяна Бхарава Тантере. Говорится, что джапа – это медитация на, то есть это все-таки медитация, хотя джапа и медитация – это разные вещи, мы сегодня об этом тоже поговорим. Джапа – это медитация на живую энергию в виде пульсации спанданы, то есть, ну, ощущение прямо вплоть до всего физического, ну, спандана, дрожь, пульсация, вибрация – одно из важнейших понятий философии кашмирского шиваизма, обозначающего первичную космическую вибрацию энергии, а цель всех джап – прийти к этой вибрации осознания энергии божества. Ну, вот, в принципе, мы все с вами почитали, так что же такое джапа? Конечно же, первая аналогия, и мы, может быть, немножко бы, с одной стороны, неправильно, может, идем, но мы идем так, как это указано в эти ступенчатый путь, как мы видим, в принципе, на всех сайтах, да, и мы с вами еще не говорили о медитации, а медитация и молитва – это очень, опять же, близкие понятия, да, и хоть их пытаются разделить, но на самом деле это просто разные религии, и, по сути, все равно, тот же самый Восток, ну, или те, кто практикуют медитацию, для них это и есть молитва, хоть ты тресни. Ну, или, я имею в виду, в параллельном мире, да, для религиозников, это есть и для людей верующих, так как только не называют, да, в Бога, там, в энергию какую-то, есть разные люди, мировоззрение, вообще, если никаким религиозным течением не относящихся, но молящихся, да, то есть это молитва и медитация, на самом деле это, в принципе, одно и то же, если там и есть разница, так скажем, то это разница как такова есть, но это все равно, что ты в молитве, каждый бы дал свое определение, поэтому к этому надо так относиться, потому что это все сферы, по крайней мере, одного порядка, и мы их должны рассматривать параллельно, да, то есть просто разные названия, естественно, да, они немножко отличаются, но это об одном суть, да, и вот джапа, это конкретно, как мы видим, мне вот это вот определение, которое мы с вами последнее прочитали, и даже цель, мне более устраивает в том плане, что дано четкое понятие, да, и вот, что это именно медитация, то есть молитва, да, просто определенная, проводим, естественно, так как мы с вами серию видео назвали йога во Христе, но я назвал, да, йога глазами христианина, естественно, сегодня проведем полную параллель и аналогию, кто знает, медитация, я говорю, тире, равно это молитва, а, соответственно, джапа, равно в христианстве есть такое понятие, как Иисусова молитва, но сегодня мы с вами, так как в рамках этого видео, посвященного непосредственно джапе, то есть то же самое, что если бы мы сегодня говорили о христианстве, о молитве, мы говорили бы, и ролик был бы посвящен отдельно Иисусовой молитве, Поэтому в общем о молитве, в общем о медитации мы сегодня говорить не будем, чтобы не удлинять ролик, а чтобы не повторяться, потому что до медитации еще в последующих степенях или ступенях, по которым мы с вами идем, мы с вами дойдем. Но раз уж так получается, мы сегодня поговорим, я говорю, конкретно. Еще, казалось бы, надо было в общем поговорить о медитации, о молитве, а потом в частности. Потому что джапа – это часть медитации. Молитва Иисусова – это одна из молитв. Поэтому я постараюсь не распростираться на эту тему, а уже узко поговорить. Саму джапу какую-то я, конечно же, хоть и говорил, что я много что практиковал в той же самой, много чего изучал на заре своего покаяния. Я уже даже точно не вспомню, конечно же, все эти известные мантры Ом, там Харе Кришна, да. Вот, то есть я в это вникал, что-то даже практиковал. Но, естественно, я могу рассказать, и это в принципе без разницы, на самом деле, мы видим, что в той же самой йоге говорится, не важно, какое имя Бога ты возьмешь. И поэтому, не важно, практиковал ли ты конкретно там йогические какие-то имена, там, или по их технологии. И смысл, как мы видим, один, и кто, я говорю, будучи христианином, изучал этот вопрос про Иисусову молитву и практиковал, тот меня все поймет, услышит и сможет даже, может быть, свое мнение высказать в комментариях. Буду рад почитать ваш опыт, вашу практику, ваше мнение. Может быть, вы и сейчас этим занимаетесь, или бросили, оставили давно это дело, и какой вывод сделали. Я расскажу о своем опыте. Естественно, Иисусову молитву я практиковал, практиковал очень серьезно. То есть, я, естественно, полностью изучал этот вопрос, и, естественно, все то, что читал, изучал, как это говорят у святых отцов, все это практиковал. Практиковал где-то не один день, не два, не три, не месяц, а несколько лет. Какой вывод я могу сделать после того, что я прошел? Все это ненужные вещи. Все эти Иисусова молитвы, это все, дело не в том, что как там любят, да, ой, все это югидское, надо из христианства выбросить. Да дело вообще не в этом, что есть где-то вон параллельные вещи. Вот именно, как мы видим, раз это в разных традициях, или что это там, к монахам Востока, раннехристианскую церковь там, вон, с Востока залетела, да вообще суть не в этом. Бог просвещает всякого человека на земле, и, конечно же, истинно доступно каждому человеку, без всяких учений, без учителей, без Библии, без других каких-то священных писаний, вон, и йогических, индуистских, кришнаитских, исламских, мусульманских, иудейских. И Бог, Бог внутри каждого человека. Дело в самой просто практике. И кто все это проходил, тот, по крайней мере, если до чего-то достиг, как я, да, как я, в каком плане, что то, до чего я достиг, я понял, что все это пустая трата времени, и ничего это не дает. Не надо забывать о том, что действительно только христианство, истинное, настоящее христианство, признает о том, что Бог – это не какая-то не просто невидимая энергия, это не какой-то небесный, это не какой-то Аллах, который все равно там где-то, никогда ты его не увидишь, да. Это не какой-то просто там небесный Отец, тоже вечно говорящий, все его слышащие, но никто его не видящий. Только истинное христианство, я не говорю о псевдо-христианстве, в виде православия, калицизма и протестантизма, и же с ними, всеми этими сектами, религиями и культами, лишь паразитирующими на жизни учения Иисуса Христа, настоящее истинное христианство говорит о том, что Бог всегда был во плоти. Этот Бог, Иисус Христос, имеет земное так называемое имя, ну по-еврейски там, Ешуам-Ашах, по-гречески, и уже не переведенный греческий транслит Иисус Христос, этот Бог всегда был во плоти. Бог есть человек, человек есть Бог, об этом говорил сам Иисус. Человек создан по образу и подобию Бога. Значит, Бог такой же, как мы, а точнее мы такие же, как Бог. Вот что исповедует настоящее истинное христианство. И поэтому, конечно же, мы с вами, опираясь на жизнь и учение Иисуса Христа, который для того ты явился на землю явным образом, хотя он всегда есть и пребывает в мироздании, в бытие, во плоти, ибо сам он говорил даже фарисеям, саддукеям и всем этим книжникам и беззаконникам, о том, что даже Аврам, когда умер, увидел его и возрадовался. И что кто видит меня, Иисус говорил своим ученикам, видит и Отца, да, видит и Бога, видит его сущности. И вот христианин, глядя на жизнь и учение Иисуса Христа, который, в общем-то, для этого и пришел, чтобы дать понятный, простой путь в небесное царство, в совершенство, в соединении с Богом, видит, что Иисус никакую Иисусову молитву не практиковал. Все, что мы знаем об Иисусе, что он, конечно же, молился, всегда все его молитвы были в тайне. Он всегда уходил в какие-то пустые места. Все его молитвы были размышления, разговоры с Богом, хотя он сам и есть Бог, но для нас он показывал пример. Всегда он это делал тайно, мы никогда не увидим, чтобы он явно где-то молился. Один раз Иисус дал молитву. Видите, конечно, никуда мы сегодня не уйдем, придется поговорить все-таки в общем о молитве, хоть я пытался как-то от этого уйти, не получится. Я говорю, по-хорошему мы должны были сначала поговорить о медитации, о молитве, потом сегодня сжав по новым. Есть то, что есть, мы идем по тому списку, который есть. И вот, конечно же, Иисус, даже давая молитву Отче Наш своим ученикам, когда те просили научить реально их молиться, Иисус дал ее. Но кто достаточно глубоко хотя бы вникал в молитву Отче Наш, тот видел, что это просто вся краткость учения, вся суть бытия в этой молитве, вот и все. И Иисус не говорил, что ее надо бубнить, тараторить каждый день. Ее просто надо понять. И надо понять структуру, мысль, что там заложено. А заложено это в каждом человеке. Это лишь опять внешнее подтверждение того, что есть у нас внутри. Поэтому, естественно, Иисус на своем примере показывал, как он в простоте общался с Богом Отцом, хотя которым он сам и является. Откуда появилась эта практика Иисусовой молитвы? Да уже не суть важна. Прилетела, залетела на шальным ветром с востока к монахам, к христианским монахам, да, или с какого они перепуга стали практиковать, или с таких же монашествующих иудеев. Потому что, конечно же, начинают истоки брать чуть ли не с апостола Павла, который один раз в Писании высказал такое понятие, как непрестанно молитесь, за все благодарите. При этом тот же самый апостол Павел писал, что есть молитва словесная, есть молитва душевная, есть молитва духовная. А что такое духовная? Это дух. И он не говорил, что эта молитва приходит духовной. То есть есть какие-то степени. Сначала ты там слово молишься, потом душою подключается, потом ты достигаешь уровня духа, что в духе ты молишься. Нет, он говорил, что это просто, вот именно, это вся природа бытия человека. Человек может изрекать это вслух для кого-то, для себя. Может, так скажем, шепотом, да, уже чисто, больше, уже чувствами пребывает в этом. А есть вообще молитва духа. Это именно как раз вот такой дух. Греческое слово «нус», «ум». Когда я просто мыслью размышляю. Вот когда мы коснемся вопроса медитации, я там буду уже четко говорить тоже, почему мне чужда вся эта медитация, которая в основном в своей массе, несмотря на то, что есть разные учителя, разные направления, разные понимания и практики этого, то сколько я сталкивался с основной массой, конечно же. Кто знает, мировоззрение йогов, вот это все, востока, это медитация, это отключение полностью мозгов, как они пытаются это сделать. Я не тело, я не ум, да. Это знаменитая ихняя так называемая мысль, которая, это и есть тоже одна из мантр, есть одна из практик, да, вот это одна из ветвей медитации, да, практик медитации. Я не тело, я не ум. Это такая глупость, которая настолько мне чужда, что я никогда ее принять не мог. Я говорю, сегодня я постараюсь максимум воздержаться и не говорить вообще об общей практике молитв и медитации, потому что, что такое для меня молитва, как я сейчас молюсь, как я живу в Боге в этом плане, да. Постараемся только вот немножко поверхностно пройтись по, ну как, не очень-то и поверхностно, да, нет, все-таки коснемся всех вещей. И вот по поводу Иисусовой молитвы. Конечно же, вот это вот бормотание и забивание себе головы непонятно чем, это на самом деле все полная ерунда. Кто знает, там тоже куча, множество предостережений от того, что вот, не повредится умом, да потому люди повреждаются и умом, и сердцем тоже занимаются пустыми вещами. Человек, который верит, если это истинный христианин, который верит, что Бог есть, что мы его образе подобие, что Бог всегда во плоти, что Бог, как писал Иоанн Богослов, можно видеть, можно слышать, можно осязать, обонять. Для него перестает иметь значение все вот эти какие-то вымышленные вещи. Человек истинный христианин, познавший суть бытия, Бога, истину, он уже понимает, что если Бог такой же, как человек, а точнее человек такой же, как Бог, он, глядя на другого человека, видит Бога и понимает, что с Богом можно иметь точно такое же общение, как ты имеешь с человеком. Иисус прямо говорил, сделаешь и ближнего, сделал мне, не сделаешь и ближнего, сделал мне. И ты понимаешь, что Бог всегда есть. И мы лишь здесь на этой жизни временно опять от Бога отстранены, реально по плоти. И как Иисус говорил, лезь туда через забор, как вор, в небесное царство, лезть туда и приходить на брачный пир в небрачной одежде не стоит. Все равно ты туда не попадешь, а если как-то проберешься, будешь оттуда низвергнут. И вот христианин, познавши истину, он уже перестает всеми вот этими фантазиями жить, всеми вот этими глупыми, бессмысленными, ничего не дающими практики. Он не пытается познать какую-то там энергию вибрации космоса. Он просто живет в счастье и блаженстве. А общение настоящее с Богом у христианина будет. Оно у него было короткое период времени, некоторым повезло в первое пришествие Бога на землю, когда Иисус Христос явился. И все мы с вами обретем эту счастье, эту возможность во второе пришествие Иисуса Христа, когда мы уже с тех пор никогда не разлучимся с нашим Творцом. И мы уже прямо, как с обычными человеками, нас окружающими, мы сможем общаться напрямую с Богом. И чувствовать и все вибрации, и все на свете. Потому что Бог – это личность. Все вот эти какие-то вибрации, ну что это такое? Что они там пытаются? Вы спросите этих людей, на самом деле, если бы они были честными, никаких вибраций они ничего не чувствуют. Все это полная ерунда. То, что Бог дает человеку, у нас у всех все есть. У нас есть доступ ко всем этим удовольствиям. У нас есть язык у кого, он чувствует вкус. У нас есть слух, мы слышим прекрасную музыку, мы кайфуем. У нас есть нюх, мы обоняем прекрасные запахи, от этого тоже кайфу. У нас есть глаза, мы видим прекрасные вещи, получаем наслаждение. У нас есть руки, у нас есть разные другие органы для получения удовольствия. Они доступны всем и каждому. Для этого не нужно никаких каких-то мантр, сложных вещей, введения себя в какие-то непонятные состояния. Все это глупости. Не суразицы, причем, как мы видим, касающиеся и заражающие абсолютно все религиозные, вне религиозные мировоззрения. Иисусу молитву я практиковал несколько лет. Это глупость, которой просто нет названия. Она ничего не дает. Забивание себя мозгами одной фразы до такой степени, чтобы ты вообще отключал свои мозги и ни о чем больше в жизни не думал, это такая глупость. Все эти какие-то соединения с Духом, что она потом в тебе там пребывает, это такая чушь. Более того, вы знаете, когда вы столкнетесь с, кто уже сталкивался с этим учением в том же самом христианстве, вы найдете кого угодно. Вам богословы с кафедры, попы из Самвонов будут кричать, что да, надо Иисусу молитву повторять и говорить. И будут вам кричать и говорить, что вот, надо повторять эту Иисусову молитву. Да, только они как будут говорить? Вы послушайте этих учителей, которые в христианстве учат Иисуса в молитве. У них одна золотая фраза. Мы ничего не знаем. Я ничего не знаю. Я вам передаю опыт святых отцов. Я вам всегда говорю на реальном жизненном примере. Посмотрите на этих безумных людей. Они говорят, что я не умею. Переведите это на простые, такие более понятные вещи. Я не умею готовить. Я вилку с ножом, у меня, я настолько калеченый, что я вилку с ножом не умею держать. Но я тебя научу супер блюдом. Я супер повар. Я ни разу в жизни не могу на 2 сантиметра от земли отпрыгнуть. Но я буду тебе передавать опыт, как кто-то делает тройное сальто с винтом. Вы будьте по учению такого человека пытаться делать тройное сальто с винтом. Я никогда в жизни. Мне моё здоровье дорого. Послушайте всех попов, всех богословов и всех и же с ними, кто только кричит, это с ютуба, обычные миряне, как они называют. Послушайте, что они несут. Они все говорят, я не знаю, мы там никаких высот. Ты что, высот достигнуть, чтобы у меня там Иисусова молитва с духом соединилась и я уже там всё. То есть он не знает, но они передают опыт святых отцов. Какой ты можешь передать опыт? Ты можешь передать только то, что ты сам научился. Это же весь мир об этом говорит. Ты идёшь, ты детей свих отдаёшь к тому, кого ты считаешь профессионалом. Если он пятикратный чемпион по прыжкам в воду, вот я с Воронежа, у нас есть пяти- или четырёхкратный, Саутин, с которым я лично знаком, да? Пятикратный чемпион мира по прыжкам в воду. Все естественно. Вон у нас бассейн рядом со мной, тут в который с детства ходил. Ты идёшь к ним учиться, ты знаешь, что он это умеет делать, я к кому пойду? К дяде Стёпе, 250 килограмм весом, который ни разу в бассейн то не ходил, я пойду у него учиться прыжкам в воду с 10-метровой вышки, чтобы убиться, как рыба облёт с 10-метровой вышки, вы знаете, как можно разбиться, люди разбиваются реально, плашмя падая, или калечатся. Вы пойдёте учиться? Нет, вы послушайте бред этих христианских, псевдо-христианских псевдо-учителей это Иисуса в молитве. Ни один из них не может сказать, что он чего-то достиг в этой молитве. Они только передают опыт каких-то святых отцов. Больше глупости найти невозможно. Но в этом всё псевдо-христианство под названием православие, католицизм и протестантизм. Сами ничего не умеем, мы что-то там якобы передаём. Если ты это не известил опытом, если ты не можешь передать из-за свидетельства своим личным примером, что это даёт какую-то пользу тебе, ситхи вот эти, результаты, ты ничего вообще не можешь говорить. Закрой свой рот и просто молчи на эту тему. Вот практика Иисусовой молитвы в христианстве, она безумна в своём примере по двум этим вещам. Первое, по той глупости, что они якобы сами её не знают, они сами ничего в ней не понимают, как вы можете учить тогда? И более того, они потому этого и не знают, и не понимают ничего, потому что она ничего реально, кто её практикует, не даёт ни одному человеку. Бесполезное, бессмысленное, многотысячное повторение этих слов, причём безумных слов. Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Если ты такой грешный, так исправь свою жизнь. До старости бормотать эту молитву, оставаясь грешником, разве Иисус этому учил? Разве Иисус говорил, что ты должен до старости остаться грешником, супергрешником? Разве Иисус не призывал быть совершенными, как совершенно Отец наш Небездный? Разве Иисус не призывал совершить все заповеди и научить этому других? Что может дать эта безумная заповедь? Естественно, в христианстве есть вообще радикальные отклонения, такие, как их называют имя-божниками, имя-славием, о чём мы сегодня здесь говорили. Там они целые, это уже внутри этого псевдо-христианства, там православие, католицизм, они уже точно так же, как мы с вами вот сейчас про йогов прочитали. Они уже считают, что само имя, то, что ты произносишь, оно уже обладает некой своей автономной энергией, и да, имя Бога, это, конечно, не отдельно от Бога, и это не сам Бог, но это его энергия, это почти то же самое. Там, в общем, целые богословские талмуды вы будете читать бесполезные, вы потратите множество времени в своей бесценной жизни и ничего не приобретёте. Вы останетесь у разбитого корыта, вас обуяет в конце этого пути такая пустота, которую вы будете не знать, чем наполнить. Поэтому я вам от чистого христианского, христолюбского сердца желаю бросить всё это, если вы этим занимаетесь на каком-то уже пути. Если вы не занимаетесь, вы, конечно, можете испытать на своём примере, на своём опыте, даст ли вам это что-то, ну просто помяните мои слова и не разочаровывайтесь, когда вы дойдёте. Это хорошо, может, что вы свой опыт попробуете, но вы убедитесь только в истинности моих слов. Меня даже, я говорю, йоги вызывают больше уважения, они хотя бы, действительно, у них есть вроде как учителя, которые в этом чего-то достигают, якобы. Я просто, конечно, не верю ни этому учителю, сам лично, да, я понимаю, что ничего они не достигают, никакие вибрации какого-то космоса, они ничего не чувствуют, больше того, чего может чувствовать любой человек на этой земле. Вот, но якобы они это делают, якобы учат других. Они хотя бы, действительно, говорят, я есть, я достиг, я учу другого. Как мы видим, даже насколько йоги, йогизм вот утверждает то, насколько это важно, действительно, что именно учитель передаёт вот это как семечко, да, который сам он уже в это дерево, и этим семечком падает в своего учителя, ученика, который должен в это дерево вырасти, это действительно хотя бы вызывает у меня личное уважение, что они говорят, я это могу, я это знаю, я это испытываю, хотя, я говорю, тут остается каждый волен верить им или не верить, я не верю лично, да. Вот, но они хотя бы так утверждают, за это я их уважаю, так скажем, за это у меня хоть какое-то к ним расположение в этом плане, к псевдо-христианам, которые вот такую чушь несут всё время, вообще не понимая учения Иисуса Христа, вообще его не реализовывая в своей жизни, а соответственно не реализовывая, как ты можешь вообще о чём-то говорить другим, если ты сам ничего этого не делаешь. Но у них, у них вот эта ложная доктрина, которая просто проникла и пронзила и растворила всё их, вот это псевдо-христианство о том, что я никто, но я передаю опыт святых отцов. Это такая чушь, которую просто, когда, конечно, люди зазомбированные со стороны даже себя не видят, а со стороны так выходишь, вот на это смотришь, бред, который с реальностью жизни не имеет ничего общего. Если ты ничего не умеешь, тогда ничему не учи. У них это классика жанра. Сам он никто, ниже травы, да, ложное вот это псевдо-смирение, но я там всех учу. Зачем вы идёте в семинарии, зачем ваш тогда вообще? Вы получаете какие-то богословские звания, а что это даёт вам, должности? Ты чего достиг-то в евангельской жизни? Ты можешь чему-то научить другого? Вы эти должности, звания получаете только потому, что вы настолько раздули истину, в ложь её превратя, потом в этой лжи ковыряетесь и эту ложь другим на голову наваливаете. Вот и всё, всё ваше богословие. А истина, она в простоте. Поэтому всё это по поводу того, что в имени там, вот этого имени Бога, у которого то же самое йога, в тысячи этих имён, что-то оно там имеет, какую-то сущность, какое-то вот это бормотание, тебя куда-то там, какие-то вибрации начинаешь чувствовать. Всё это ерунда. Никто ничего чувствовать не начинает. Человек обретает счастье в любви, в радости, в мире души, в радости жизни, в любви того, что он любит всё Божие творение. И когда любит его, конечно же, он испытывает от этого радость. Всё это, естественно, проявляется в каких-то делах. В смирении, в кротости, в терпении. Во всём этом человек обретает полноту счастья. Вот именно святая жизнь и делает человека абсолютно блаженным. Об этом говорил Иисус. Иисус не говорил, что вы будете блаженны, когда будете бормотать моё имя до бесконечности, причём с призывом вечного покаяния, когда вы остаётесь вечными грешниками. Иисус этому не учил. И христиане, которые следуют практикам, там Иисусу и молитвы, причём учителей, которые ничего в этом не соображают, это, конечно, глупость, которой нет названия. У йогов то же самое. Там единственная разница, как я вам её попытался показать, единственное, что они утверждают, что они что-то знают и что-то испытывают. Их не учителя, ученики, вы знаете, я им тоже не верю, которые будут утверждать, что вот да, что-то тоже достигли. Это самовнушение может быть, да, это может быть что угодно. Вы знаете, есть же куча практик психологических. Чтобы даже человеку либо войти в какое-то состояние, либо выйти, наоборот, с какого-то депрессивного состояния. Ему говорят, да, знаешь, перед зеркалом. Говорит, ты хороший, у тебя всё хорошо. Здесь то же самое. Можно, конечно, сколько угодно себе настроить, что ты будешь чувствовать какие-то вибрации космоса, первоначальные энергии, божества. Но всё это ерунда. Ты начинаешь чувствовать, знаете, когда вибрации Бога и его сущность. Об этом сказал нам Иоанн Богослов. Бог, пребывающий в любви ко всему Божьему творению, пребывает в Боге, и Бог в нём. Вот вам ответ на все вопросы. Пребывающий в любви к Божьему творению, к того, кого он любит, ко всему его творению, пребывает в Боге, и Бог пребывает в нём. А если он в тебе, ты испытаешь всё, что тебе нужно. Я вот на этой замечательной ноте, на этой моей рекомендации хотел бы закончить. Единственное, ответить ещё раз, подведя итоги, как я это сказал, как мы будем делать в каждом ролике, по поводу того, что, да, как я отношусь к практике йоги, к практике йоги, в частности, вот к этой, к этому шагу второй ступени, к джапе я отношусь категорически отрицательно, и, естественно, я её не могу ни в коем случае рекомендовать, более того, если бы была моя воля, я бы запретил. Но мы проповедуем я свободу, да, поэтому, конечно, запрет никому не могу привесить на шейку. Вот, а действительно, не то, что можно христианам таким заниматься, а нежелательно, или мягко скажем, а если по правде это всё глупость, это всё пустое, это ничего вам в жизни не даст. Вот, поэтому я, конечно же, к таким практикам, к такой йоги, чтобы христиане против, да, общение с живым Богом должно быть простое, даже сейчас, когда ты его не видишь, а уж тем более христиане ожидают, чаются и живут надеждой на второе пришествие Иисуса, на своё воскрешение, если они будут к этому времени мёртвы по телу, или преображение, если будут живы, встречи со своим Господом, и потом на веки вечно с ним останутся. Вот и всё. И тогда, как Иисус говорил, будем ещё на облачках сидеть, ножками болтать, пить вино небесное, да, и веселиться. Всё это ещё будет, пребывать, как ангелы будем. А до тех пор человек должен стать Богом, стать святым и совершенным. Вот какая цель, которую призывал Иисус. И он никакого такого средства, как Иисусова молитва, бормотания всего этого, я говорю, даже к молитве Отче наш Иисус не предъявлял никаких требований, каких-то повторений, частых, поздних, в ранние часы, в поздние часы. Он в этой молитве лишь научил нас сущности бытия в краткой форме. Вот и всё. Иисус никаких пост никому не давал, никаких чёток. Если вы глубитесь в практику Иисусовой молитвы в псевдохристианстве, то увидите те же самые советы. Куда там концентрировать внимание, чуть-чуть ниже вошатат, чуть-чуть выше, на верхнюю область сердца. И там глупостей столько. Это, ну, кто знает, тот знает, о чём я, конечно, говорю. И всё это то же самое, там, с дыханием связано. Они пытаются себя тоже отрешить от йогов. Йоги такие плохие. Мы якобы псевдохристиане, такие святые и хорошие. Это наши святые отцы передавали. Да вы трезво посмотрите и объективно, отстранясь от своих заквасок, сравните это с действительно практикой джапы. Вы увидите, что один в один всё. Так чем они хуже вас? То, что вы имя Иисуса просто бормочите с призывом вечного покаяния, будучи вечными грешниками. Ну, тогда по словам апостола Иоанна Богослова, апостола любви, вы ничего общего с Богом не имеете. Если ты вечно бормочишь Иисусову молитву, которая якобы даже срослась с твоим духом, что ты супергрешник и требуешь к Богу покаяния, то если перефразируем слова немножко Иоанна Богослова, потому что любовь, совершенство, Бог, истина – это одни и те же слова. Пребывающий в любви, пребывающий в совершенстве, в святости, пребывает в Боге, и Бог в святом, в совершенном, в истинном человеке. Если вы супергрешники, грешники, грешники, супергрешники, у вас нету Бога, ты можешь хоть оббормотаться Иисусу в молитву. А вот если ты пребываешь в святости, в совершенстве, в любви, в истине, в мире, в радости, в кротости, в смирении, в тебе Бог и ты в Боге. И тогда ты ощутишь все его вибрации, всю его энергии и всю его сущность, потому что вы – суть одно, потому что будьте святы, как свят Господь, будьте совершенны, будьте милосердны, как милосерд и совершенен Отец ваш Небесный. Вот что такое настоящая джаппа, истинная джаппа любого человека, независимо от того, йог ты или христианин. Ну, я так выражаюсь джаповским, йоговским языком, все это пытаюсь, как видите, в такую, кажется, правильную заметить. Не суть, как это все называется. Главное, о чем речь-то. А речь лишь может быть о святости человека, который, я говорю, не вот в этом во всем. Это не что само по себе не дает тебе, а вот святость, которая в добре, в любви ко всему творению, в мире, в радости, в терпении, в смирении, в кротости. Вот это делает тебя святым, и это соединяет тебя с божеством, с энергией по внутреннему, по невидимой, так назовем, сущности, и обязательно соединит по плоти, ибо все достойные узрят своего Творца. Субтитры создавал DimaTorzok